Приветствую вас! И вот так, в формате «Вооборот-ответ» вам помочь будет достаточно сложно, потому что ваша проблема, она многоградна, она имеет под собой корни, и корни достаточно серьезные. Комплексы, которые у вас были еще в школе, в университете, они мешают вам жить так, как вы хотите, они мешают вам быть хозяйкой своей жизни, они мешают вам обрести контроль над тем, что вы делаете. И здесь в вашей ситуации нужно действовать последовательно. Первое – это, собственно говоря, разобрать изначальный комплекс, который у вас был. Вот вы считаете, что вы хотите других, что вы скучно говорите и так далее. Почему вы так считаете? Почему вы не уверены в себе? Это следствие детско-родительских отношений. Это следствие вашего поведения в обществе. Это следствие вашего первого опыта, яркой эмоциональной окраски ситуации, которая с вами произошла когда-то, что утвердило вас в мысли, что вы хуже других. Комплекс есть эмоциональная объединяющая составляющая элементов в вашем сознании. То есть вы, находясь в эмоциональном аффекте, объединяете различные элементы ситуации в одну, и после этого каждый по отдельности элемент запускает это эмоциональное переживание, в результате чего вы сбиваетесь с заранее намеченного поведения. И, собственно говоря, первое, что нужно сделать, это разбить эту ситуацию вновь на элементы, показать вам, осознать, что они не связаны, прийти к выводу, что эта связь между элементами находится только у вас в сознании, и является, по сути, особенностью вашего восприятия. Для примера можно привести, допустим, следующее. Представим, что есть человек, он не уверен в себе, этот человек, и в результате неуверенности в себе любое поведение, даже самое нейтральное, но не позитивное, он воспринимает как подтверждение, подтверждение своей неуверенности, и считает, что люди обращаются с ним так именно потому, что он хуже других. Другой человек, обладающий достаточной степенью самоуверенности, подобное поведение рассматривает как нормально и относится к нему спокойно. Именно самоуверенность вам нужно повышать скупе с разбитием этой общей ситуации на отдельные элементы и понимание того, что причинно-следственные связи между ними нет. Дальше, собственно говоря, идет следующее. Разбитие комплексов – это внутреннее направление работы. Но существует еще и внешняя привычка. Привычка определенного поведения и, по сути дела, заключение себя в поведенческой рамке. Вы сами написали, что вам именно удобно вести себя определенным образом, удобно находиться в раковине, где вам тепло и уютно. И вы не хотите оттуда выходить, потому что вам там хорошо. Нужно определить, что дает вам эта самая раковина и постараться этого добиться, но уже вне ее. Потому что то, что она вам дает – это иллюзия. Наконец, свою неуверенность в себе, свою зависть, заниженную самооценку нужно повышать, изменять. И вот таким образом. Нужно определиться с вашими желаниями. Вот чего вы хотите. И после этого, изгоняя из этих желаний, сформировать цели, которые будут впоследствии разбиты на задачи, и эти задачи вы будете выполнять. Последовательное выполнение задач приведет к тому, что вы почувствуете результаты в своей деятельности и начнете постепенно верить в себя. Верить в свои силы, в то, что вы можете чего-то стоить и так далее. Это будет повышать вашу самооценку, вашу значимость, и вы будете считать, что вы достойны. Цели и задачи необходимо ставить такими, чтобы они были реально достижимыми, чтобы их можно было реально достичь, реально выполнить, реально добиться. Следующее, о чем вы пишите, это то, что вы не можете ничего заставить себя сделать. Это выглядит довольно-таки естественно в вашем положении. Почему? Потому что вы считаете, что что бы вы ни делали, вы все равно будете хуже других. Соответственно, зачем стараться? Зачем все это делать? Вы отвлекаетесь. И вот это отвлечение, которое изначально было породено сомнениями в себе, а теперь стало элементом вашего поведения, является одним из корней проблемы. Проблемы внимания и проблемы сосредоточения. Для начала, ну это сказать так, ваша мотивация, которая толкает вас на то, чтобы работать, работать ради денег, ради решения своих финансовых проблем, является как бы недостаточной для того, что вы в итоге получаете. То есть, вы получаете постоянно стресс, вы получаете постоянно негатив, страх и так далее, а вот мотивация не соответствует тому, что вы получаете. У вас мотивация в принципе достаточно сильная, но конечный результат вас не устраивает. Я могу понять, что вам кажется, у вас нет выборов. То есть, вы должны работать, чтобы решить свои финансовые проблемы. Так действительно бывает, и от этого никуда не деться. Здесь не будет совет, пусть вам искать другую работу и так далее, это неправильно, но можно порекомендовать найти другие источники мотивов. Придумать себе что-то, что сделало бы работу более привлекательной. Придумать бы что-то, ради чего вы еще могли бы осуществлять данную работу. То есть, по сути, расширить свое мотивационное поле. Расширить целевую сферу. Какие цели вы добиваетесь, а какие мотивы вы преследуете. Ну, например, получение опыта в работе, набор, значит, необходимого трудового стажа. Это всегда полезно и в будущем лишь вам пойдет на пользу. Об этом нужно подумать и сделать эту часть своего мотивационного поля. Также касается целей, когда вы добиваетесь чего-то на своей работе, когда вы делаете выводы из того, что вам говорили сначала, что вы также становитесь лучше, вы развиваетесь, вы улучшаете свой трудовой процесс, что является прогрессом. Теперь про внимание. А внимание, вот то, что вы отвлекаете, да, внимание нужно тренировать. Отвлечение само по себе, это означает невозможность задерживать фокус внимания на чем-то другом. Почему так произошло, мы уже сказали, это сомнение в себе, но если вы учтете рекомендации, которые были даны вам ранее, то работа с вниманием также покажется вполне логично и органично впишется в вашей день. Значит, нужно тренировать свое внимание, не позволять ему рассеиваться, не позволять ему переключаться на что-то другое, особенно если это касается какого-то дела. То есть, вот, в таком случае можно посоветовать вам довольно-таки простое упражнение, вы берете какой-то предмет и сверстачиваете на нем свое внимание. И старайтесь содержать его как можно больше. То есть, чтобы ни ваши мысли, ни ваши другие органы восприятия не принимали ничего кроме этого предмета. Так вы сможете научиться конфибрации внимания. Удерживание в его фокусе определенного объекта столько, сколько нужно вам. Это поможет скорректировать вашу деятельность и поможет делать то, что вы хотите. Далее. Ну, ситуация на работе разрешается благодаря, значит, разрешению комплекса. Разрушим комплексы, улучшится ситуация на работе. Реализация вас как женщины с вашим парнем точно требует определенного пересмотра. С учетом комплексов, но и без их учета также нужно посмотреть, какие есть проблемы у вас, почему вы ревнуете его, дает ли мужчина реальные поводы вам для ревности. И если нет, то вы, по сути, внушаете ему мысль о том, что он может вам изменить. И рано или поздно это может произойти, если вы не поменяете свое поведение. Соответственно, при работе с комплексами, при успешной работе с комплексами вам необходимо будет менять свое поведение с молодым человеком. Также стараться вместо цен ревности, вместо негатива проявлять позитив, то есть определять нежность, заботу, ласку и так далее. Я думаю, что тоже после двух-трех раз будет у вас проявляться автоматически совершенно и вам будет проще. А ваше отношение будет больше позитива, чем негатива. Ну и в заключении я хотел бы рекомендовать вам обратиться к психотерапевту, очному психиатру, чтобы возможно диагностировать у вас депрессию. Если депрессия есть, то потребуется медикамиторное лечение и, соответственно, психологическое на устранение негативных установок, которые находятся у вас в глубине сознания. Только так можно помочь вам. Еще раз повторю, нужна работа. Нужна работа и серые консультации, чтобы помочь вам решить ваши проблемы. Я лишь указал направления, и вы можете, безусловно, попробовать самостоятельно в этих направлениях поработать, но тогда это займет больше времени и меньше будет успеха. Но решать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok